Привет, это Шамшурин, и это видео скорее подойдет самым прям самым новичкам. Здесь про те самые нелюбимые мной шаблоны, и для меня эти шаблоны знакомств, которые ты сейчас увидишь, они, наверное, все-таки как какие-то колесики к детскому велосипеду, когда ребенок с трехколесного пересаживается на двухколесные, и такие маленькие колесики подставляют. Они нужны сугубо временно. И когда ты внедришь всю мою систему, а это всего лишь часть отрывок маленького урока, одного из пяти модулей моей системы. Когда ты внедришь всю мою систему, эти колесики тебе будут не нужны, эти шаблоны тебе и будут не нужны. Потому что суть моего учения, чтобы все было легко, естественно, комфортно, не надо ничего из себя строить, не надо придумывать легенд, не надо изображать что-то, нужно просто расслабиться, и таким ты будешь нравиться девушкам. И мою новую систему Шамшурина по суперцене, которая является квинтэссенцией моего 15-летнего опыта. Все, что я знал и умел, я запаковал сюда и очень четко структурировал, это очень удобно. Мы залили это на специальную площадку, где будет доступ только у тебя. В общем, в доступе в интернете ты этих материалов не найдешь. Эту систему ты сможешь приобрести по распродаже с 23 по 26 декабря. Ссылка под этим видео с подробностями, читай заранее, ознакомься с этим всем. Там про каждый модуль расписано подробно. Также ты найдешь внизу по ссылке тест, с помощью которого сможешь проверить свои скиллы, способен ли ты покорить, соблазнить, очаровать женщину, которая тебе нравится. И к этому тесту будет охрененный видеоответ, в котором я разбираю подробно, почему это работает, а это не работает. Итак, ссылки под видео, смотри дальше. Там, по сути дела, схема такая, что неважно, что ты там говоришь. Самое главное, что ты не сдаешься, ты не отстаешь, ты такой, говоришь, окей, нет, а тогда давай вот так, тогда давай вот так, а вот так, а вот так. То есть ты проявляешь настойчивость и гибкость, это очень важно. Ты не сливаешься сразу при первом же каком-то отказе. Итак, она говорит, я не знакомлюсь, ты говоришь, а мы не знакомимся, мы просто общаемся, да мы просто поболтаем, да мы просто пообщаемся. Я и не собирался, слушай, такая же фигня, у меня принципы, я тоже не знакомлюсь. Ну вот сейчас можно сделать исключение. Или там, я обычно тоже, но слушай, сегодня у нас что, четверг по четвергам, уже можно. Или там, слушай, сейчас же времени уже там почти 17 часов, сейчас уже можно. Ну то есть это уже юмор, это уже степ. Тут как бы вообще, чтобы ты понимал, стратегия работы с возражениями такая, ты можешь закрывать и обрабатывать эти возражения с помощью юмора. Ты можешь закрывать их с помощью искренности, ты можешь закрывать их с помощью каких-то адекватных реакций. Допустим, что касается, я не знакомлюсь, если мы берем степ и юмор, ты говоришь, вот я обычно тоже, но по четвергам, сам бог велел. Либо, допустим, если ты говоришь про искренность, ты говоришь, слушай, я все понимаю на самом деле, но ты мне понравилась, что мне с этим делать, ты классная, давай просто поболтаем. Никто же тебя ни к чему не обязывает. Вот это про искренность. Далее, ты говоришь, мы просто пообщаемся. Она говорит, я не общаюсь. Ты говоришь, да пару минут у тебя много времени не займу. Слушай, это очень важно. Кстати, слово «это важно» каким-то магическим образом действует на девушек. Большинство из них реально как-то говорят, ну ладно, как будто бы действительно это важно. Хотя что может быть важнее, чем человеческое общение? Секс, любовь, семья, радость, бытие, вместе. Это же самое важное на самом деле. Так вот, я не общаюсь, давай сделаем исключение. Я тоже не общаюсь, много времени не займу, просто поболтаем. Я буду общаться, ты меня послушаешь тогда в этот момент. Она говорит, а какой смысл? Ты говоришь, смысл жизни в самой жизни. Зачем во всем искать смысл? Она говорит, я не вижу смысла. Я вижу смысл. Я уже все решил. Подожди, попробуй. Особенно тем, кто такой мягкий, интеллигентный, зефирный именно в общении с женщинами, я рекомендую почаще использовать такие фразы. То есть, ваша интеллигентность, мягкость, возможно, во внешности даже, она нивелирует вот эту вот наглость. Ну, это здоровая наглость. Ребята, я не даю свой телефон, она говорит. Ты говоришь, слушай, я хочу тебя увидеть, а как тогда ты себе представляешь наше общение? Она, скорее всего, скажет, никак не представляешь. Она говорит, ну, я же представляю уже, поэтому давай попробуем в виде исключения. Или я уже все решил, давай, я записываю. Допустим, ты говоришь, я позвоню тебе всего один раз. Если захочешь, возьмешь трубку. Нет, значит, нет. Я настаивать не буду. Хотя я очень настойчивый парень. Или там, я не люблю уговаривать, поэтому позвоню тебе всего один раз. Да, да, нет, нет, не переживай. Ночами названивать не буду. Это вот к другим парням, пусть они тебе названивают. Допустим, она говорит, я не даю свой телефон всем подряд. Или там, на правый, на левый. Иногда они так удивляют вот этими своими эпитетами. Я не даю свой телефон всем подряд, скажи. Первое, что тебе хочется сказать, это, конечно, сказать, нет, я же не все подряд. Не надо участвовать в этом цирке. Можно ее постебать, сказать, слушай, ну всем подряд и не надо, но классным рыжим парням в черной кофте, это просто в обязательном порядке. Ты показываешь, когда смеешься, стебешься, что для тебя это легко, тебя это не трогает. Ты уверенный в себе, молодой человек. Либо она говорит, я не даю свой телефон всем подряд. Ты говоришь, давай тогда, а не всем подряд, а через одного вот так вот встанем. Я буду тогда вот, не знаю, четным или нечетным ты не даешь свой телефон. Начни ее стебать. Допустим, я не даю свой телефон, я не раздаю свой телефон там направо и налево, некоторые говорят. Ты говоришь, давай по диагонали попробуем тогда раздать. Сейчас я встану, как мне встать-то, чтобы вот тебе нормально было, да? То есть, если ты слышишь оттуда какие-то признаки маразма, ну это обязательно надо обстебать. Допустим, она говорит, давай лучше я запишу твой телефон. То есть, итак, это был маленький кусочек моей суперсистемы Шамшурина, которая даст тебе все для того, чтобы ты кайфовал с женщинами. Подробнее о распродаже здесь, под этим видео. Также ты найдешь там тест и ссылку на тест, который позволит тебе проверить свои навыки и скиллы, способны ли ты очаровать и соблазнить самую красивую девушку. С подробным видеоразъяснением.